всем добрый день дорогие друзья поделюсь с вами сейчас секретом как пользоваться по настройкам дозиметра радиометра кадмий завода экотест значит показываю как правильно его включать потому что этого завод в инструкции даже не описал у них есть инструкция но она давняя не знаю как с какого года и там прошивка совсем другая управление совсем другое актуальной информации совсем нет в интернете и в инструкции в книжке тоже написано неправильно я разобрался самостоятельно как им управлять и теперь поделюсь со всеми потому что завод на эти вопросы звонили спрашивали он не отвечает ему не интересно то есть если уже вот купили этот прибор за три тысячи долларов а он на заводе без посредника именно столько стоит то им уже все равно они говорят у вас есть инструкция вот и разбирайтесь они не хотят объяснить ответить на вопрос как переключаться между режимами и то что что-то не работает их инструкциям ну они просто игнорят это все можете позвонить и сами проверить спросить у них и даже показать это видео и показать им что на самом деле не так управляется как у них написано на сайте в pdf файле и в книжке инструкции смотрите значит так убираем чехол чтоб ничего не мешало вот это завод экотест сигнализатор вибрации на звуковые наручные то вот он значит вставил батарейки тут идут два мини пальчиком по полтора вольта а здесь один пальчик а значит крышку пока уберу нужно будет доставать еще батарейку алюминиевая крышка по инструкции нужно как включать но я не буду рассказывать как по инструкции можете почитать и в конце возможно покажу вам на компьютере pdf файл инструкции значит нажимаем включаем этот кнопку режим нажимаем зажимаем и все начинает мигать светодиод он в режиме поиска уже находится начал ищет дозиметр теперь нажимаем кнопку режим в этом и вот они соединились сами то есть я нажал только эту кнопку сначала он включился не вибрировал ничего потом он был в режим ожидания потом в течение 30 секунд не дольше это важно если бы я подождал и через 30 секунд нажала эту кнопку то ничего бы не сработало надо в течение 30 секунд включить быстро этот прибор сам блок детектированием одним нажатием кнопки режим либо зажать удерживать и вот сразу он сам перешел в режим гомофона мигают мигают цифры это значит что он проводит калибровку по фону выбирает какие значения и выставляет сам порог сигнализации можем включить шкалу вот если раз нажать то подсветка включится разово и сама выключится очень скоро если зажать и удерживать то она начнет мигать подсветка и включится постоянно не будет выключаться вот видите больше ничего не трогал только подсветка включил он пережил перешел в режим нейтронов и показывает и в этом вот и проблема что он сам переходит в режим нейтрона например я хочу вернуться гамму мерить нажимаю кнопку режим переходим в режим соединения с компьютером и опять в режим нейтрона то есть два режима только есть все но в таком при таком включении только два режима и функция кстати выключения вот этого блока детектирования она заблокирована вот я зажимаю кнопку режим удерживаю то хоть полчаса буду удержать он не выключится эта функция заблокирована даже если вот так вот нажму кнопку режим пока нейтроны будут сидеть зато тоже он не выключится то есть функция выключения заблокирована есть только нейтроны будет постоянно детектировать и соединение с компьютером при этом он соединен с сигнализатором вот проверяю нажимать кнопку сигнал он провибрировал вот это и аудио плюс вибро вместе то есть все соединено выходите мерите нейтроны это такой режим но гамму вы мерить не можете при при таком включении что же делать чтобы гамму мерить можно попробовать кстати сигнализатор вот зажать вот эти кнопки это порог ничего не делает если и зажать то завибрирует этот браслет вот и ничего не сделает все просто была вибрация как бы отказ можно лишь задать только порог нейтрона вот если зажать и удерживать кнопку порог здесь могут и выставляете порог нейтрона 19 давайте сохраняем и посмотреть порог нейтрона вот так и назад вернуться больше ничего кнопкой режим переключается просто звук вибра либо звук плюс вибро выключить невозможно это тоже выключить невозможно зажимаю кнопку режим просто писк был отказ и он не выключается то есть выключить невозможно поняли проблему и это проблема завода он это в прошивку заложил прибор полностью рабочий ну Но людям сложно разобраться, как им пользоваться. Я тоже не с первого раза понял, ломал голову, думал, что проблема. Оказывается, завод настолько усложнил пользование прибора, прошивку настолько усложнил, что людям очень сложно понять, как правильно его включать, чтобы работало все. Потому что что первое включать? Наручный браслет, либо блок детектирования первые включать. Либо одновременно их включать. Подключение к браслету ждать самому автоматически. Либо нажимать кнопку порог отсюда. И через сколько секунд после включения каждого. То есть куча комбинаций, непонятно. В инструкции завод не написал. То есть завод безответственный. Хоть прибор сделал дорогой, но 3000 долларов стоил этот прибор. И сейчас стоит, сейчас только в пластиковом корпусе уже поставляют. Хотя вот этот с алюминия толстого. Здесь 4-5 миллиметров алюминия толщина корпуса лучше. По бронебойности, так скажем. И здесь кристалл. Литье так, вернее, им ропием. Это тоже стоимость. Но то, что нет инструкции, я просто в шоке. Как это так безответственность такая завода. Показываю теперь, как пользоваться. Как попасть все-таки в режим гамма. Достаете батарейку. Вот. Начинает пищать браслет. То, что пропала связь. Вставляете батарейку. Нажимаете кнопку режим. Сион пишется, что нет связи с блютусом. Этот будет вечно пищать, пока не выключится. Потому что не может связаться с блютусом. Во. Теперь связался сам автоматически. Видите. И начинают мигать цифры. Что надо сделать. Если мы ничего не будем делать сейчас. То перейдет в режим нейтронов. Опять будет та же проблема. Только режим нейтронов и все. Значит нужно нажать режим кнопку. Перейти в режим нейтронов. Еще раз нажать режим. Это подключение к компьютеру. Еще раз режим. Это гамма. То есть видите. Уже есть три режима. Гамма, нейтроны, ПК. Гамма, нейтроны, ПК. Все переключается. Вроде отлично. Пока оно мигает. То вот. В это время пока оно мигает. Обязательно что-то нажимать надо. Вот нажимаем в режим переключения порога гаммы. Здесь стоит нули. Это здесь доза накапливается. Зажимаете и удерживаете. На этом пороге. И все. Перестали мигать цифры. Гамма. Как видите. Уже просто меняются. Они уже не мигают. Этим так бы сказать. Я выключил режим калибровки по фону. И будет он срабатывать. Тогда когда я поставлю свой фон. Свой порог. А не будет ложных срабатываний. Я ничего не пропущу. Если вдруг прибор решит завысить порог. Я так всегда делаю. То есть в ручном режиме выставляю порог. Какой мне нужно. А не тот который прибор захотел. И все. Теперь режим гамма работает. Можете включить подсветку. Зажать удерживать. Чтоб начало мигать. И постоянно она будет светиться. Все. Теперь вот есть режим гамма. Теперь ходите. Меряйте в режиме гамма. Все отлично. Сигнализатор подключен. Мигает. Можем это проверить. Нажмем сигнал. Он завибрировал. Еще раз нажмем. Теперь звуки вибра. То есть все соединено. Работает. При превышении порога.